Когда поле превращается в скотомогильник в Березовском районе, сегодня обнаружили свалку из отрубленных коровьих голов. Черепа разлагаются, но убирать их с земли сейчас незаконно. Почему, выясняла Александра Словецкая. Картина страшная. Сотни отрезанных коровьих голов просто так выброшены во враг в Березовском районе, в двух километрах от деревни Зыково. От некоторых голов остались только кости, но других заметны шерсти шкура. Отходы могут стать причиной экологической беды. В костях, вполне вероятно, гуляет сибирская язва и туберкулез. Обнаружили все это случайно сотрудники Ростельхознадзора. Специалистам остается только догадываться, кто мог устроить биологический беспредел. Может быть, сельскохозяйственные предприятия могли осуществить утилизацию таким образом биологических отходов в нарушении действующих требований. Сотрудники объясняют, утилизация биоотходов стоит 100 рублей за килограмм, а одна голова весит от 10. Сети предприниматели банально экономят в администрации Зыковского сельсовета. О поле, которое превратилось в скотомогильник, узнали от нашей съемочной группы. Признаются, это уже шестой подобный случай за два года. В другое место у нас тоже была свалка, мы тоже убирали вот сейчас буквально недавно, а по этому месту. Точно так же трупы животных скидывали? Ну да, там биологические отходы человека оштрафовали. А кто был оштрафован? Ну, жителям, я знаю. Житель за деньги брал отходы у сельхозкомпании и якобы утилизировал. Сейчас он в первую очередь попадает под подозрения. Администрация обещает провести собственное расследование. Россельхознадзор устанавливает собственника земли. Она давно выкуплена, по идее, под сельхозработы. Почва тут хорошая, жители помнят, как в этих местах выращивали овощи на весь район. Все поля были засажены, горох и подсолнух, и кукурузу, и пшеницу, все. Кто не видел, кто-то не поверит. А потом-то что случилось? Ну, потом развал же остался в хозу. Предстоит разобраться, почему собственник так запустил территорию. За это, кстати, грозит штраф. Самое страшное, пока идут все проверки, головы останутся на месте. Ведь по закону нельзя ничего вывозить с частной территории. Остается надеяться, что удастся быстро найти арендатора или владельца этой земли. Ведь с каждым днем сейчас становится все теплее, головы гниют, естественно, разлагаются, и риск экологической беды увеличивается. Александра Славецкая, Александр Усатенко. Вести Красноярск из Березовского района.